Доброе утро, ребята! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Возвращаемся на финансовые рынки, смотрим за динамикой активов, ну и, конечно же, внимательно слушаем брифинг, потому что в ходе этого выпуска я традиционно анонсирую кодовое слово, которое можно будет назвать вашему персональному менеджеру и получить дополнительный бонус плюс к тем акциям, которые действуют в рамках нашей компании. Сегодня величина этого бонуса 7%. Давайте начнем с российского рынка, точнее, с динамики рубля и нефти. Откройте график и посмотрите USDRAP, где мы закрыли вчерашнюю торговую сессию. В целом, я думаю, что это выше 55, думаю, спорить с этим не нужно. Сейчас мы видим то, что доллар продолжает карабкаться вверх, это на фоне импульса привлекательности в связи с тем, что на фоне греческой ситуации трейдеры больше дают предпочтение валютам-убежищам, традиционно к ним относится и американская валюта. Против, скажем, активов развивающихся рынков эту динамику можно проследить. И глядя на поведение пары доллар-рубль, становится очевидно, что есть дополнительные катализаторы, которые сейчас толкают именно американцев вверх. Что касается рубля, то тут, поскольку налоговый период уже все в истории, следующий состоится только в конце следующего месяца, здесь никакой поддержки ждать не приходится, но можно было бы, конечно, обозначить в качестве поддержки, если бы нефть демонстрировала восходящую динамику. Но этого не происходит. Поэтому параллельно откройте графики Brent'а. И в целом, наша цель, которую мы ставили по этому нефтяному активу несколько месяцев назад, это возвращение актива в район 60-61 практически реализовано. Вчерашний минимум 61, а с небольшим. Чуть-чуть еще осталось до тестирования этой мощной поддержки. Но населенок пока нефти не хватает. В целом, какие причины сейчас бьют по стоимости нефтяного актива? Если мы говорим про ситуацию в Греции, то, разумеется, это очень серьезный фактор негатива, который присутствует на фоне. Но Греция, как таковая, не может напрямую влиять на динамику нефти. Но есть такой принцип, скажем, последовательности и принцип домино. Если на рынке в геополитическом масштабе присутствуют факторы негатива, они сказываются на динамике рисковых инструментов и защитных активов. Если эти факторы провоцируют уход инвесторов в защитные активы, мы наблюдаем соответствующий рост. Японская иена, мы наблюдаем рост франка и доллара. Но когда дорожает доллар, соответственно, что происходит с нефтью? Нефть слабеет. И сейчас это один из ключевых триггеров для движения нефтяного актива. Я думаю, что до тех пор, пока ситуация в Греции разрешена не будет, можно полномерно делать ставку на то, что нефть сохраняет именно медвежий импульс. Другой фактор уже более такого фундаментального порядка, прежде всего, влияющего на нефть. Это, конечно же, ожидание новых объемов энергоресурсов. И речь идет о дополнительном игроке, это Иране, который при определенном стечении обстоятельств может выбросить на рынок еще достаточно много миллионов баррелей нефти. И, соответственно, если это произойдет, такому понятию, как спрос, очень трудно будет найти равновесное значение с предложением. Поэтому Иран мы не, скажем, упускаем из нашего внимания. По-прежнему следим за переговорами, ожидаем позитив. Ну, точнее, ожидают позитив те, кто, соответственно, делает ставку на коррекцию. Если переговоры снова ничему не приведут, значит, локально это может стать фактором для укрепления позиций нефти. Но что касается нашей долгосрочной идеи, я думаю, что мы все-таки доберемся до цели в 60, а потом, может быть, еще раз оценим общий фундаментальный фон. И если он будет способствовать, поставим цели еще ниже. Для того, чтобы нефть вернулась снова к тем уровням, на которых торговалось когда-то давно, в 2013 году, допустим, 100 долларов за баррель, я считаю, что это абсолютно сейчас немыслимые уровни. И, в принципе, вряд ли даже мы увидим такой, скажем, период еще столь дорогой нефти. Я думаю, что суперцикл высоких цен на нефть – это уже в истории. Поэтому сейчас нужно нащупать равновесные значения рядом с фундаментальными уровнями, которые также фундаментально оправданы. И я считаю то, что для нефти, для Брента это значение ниже 60. Что касается рубля, поскольку мы отметили тот факт, что сейчас поддержки для российской валюты нет, а негативных факторов хоть отбавляй, это и ситуация на Украине, это санкционное противостояние, это слабая макроэкономическая статистика по России, это, в принципе, и действия Центрального банка по покупке валюты, это и, соответственно, усиление позиции доллара по причине как раз геополитических рисков, связанных с ситуацией в Греции. Поэтому в целом по паре доллар-рубль мы продолжаем делать ставку на восходящее движение этого тандема валютных активов и ждем возвращения в район 58. Но я считаю, что, в принципе, это даже не предел для возможного факта вектора девальвации рубля. Тем более, что мы прекрасно знаем, что в какой-то мере в текущем ослаблении рубля, в текущей слабости рубля заинтересован и Российский Центральный банк, который уже неоднократно, в принципе, отмечал тот факт, что одной из ключевых целей российского мегарегулятора – это забота о стабильности финансовой системы, ну и, конечно же, о достаточности бюджета. А с учетом низких цен на нефть, единственная возможность компенсировать потери – это ослаблять как раз российскую валюту, потому что экспортная выручка, которая, разумеется, в долларах в конечном счете конвертируется все равно в рубли. Поэтому по рублю продолжаем делать ставку на еще один виток ослабления. Вот куда он приведет российский актив в перспективе нескольких месяцев пока неизвестно. Но нам достаточно, чтобы он пока добрался до уровня 58. Что касается евро, переходите на графики евро-доллар, смотрим за текущей ситуацией. Актуальные примерно пара торгуются в районе 1.12. Если мы посмотрим на вчерашнюю торговую сессию, здесь, конечно же, динамика удивительная для евро, учитывая то, что в целом мы имели дело не совсем в тривиальной ситуации, которая отправила евро вниз через этот гэп. Открытие понедельника на уровне 1.10. Локально мы видели то, что пара опускалась даже еще ниже. 1.09 примерно 50 даже в целом. Но вчерашнее закрытие не просто перекрыло весь этот гэп, то есть вчерашняя восстановительная динамика и бычья свеча, но и позволило евро подняться даже выше закрытия пятницы. Что касается текущей ситуации по Греции. В целом, на самом деле, ничего не изменилось. Мы знаем то, что между Грецией и тройкой корректоров по-прежнему нет никаких договоренностей. Нет соглашения, пропасть разногласий до сих пор не преодолена, стороны продолжают бодаться друг с другом, но никак не могут выйти на компромиссные решения. Эти выходные, как я уже отмечал, оказались весьма негативными, потому что по факту определенного рода заявления мы услышали массу критики как со стороны тройки кредиторов в адрес греческого правительства, так и со стороны греческого правительства в адрес тройки кредиторов. Греция решила пока на текущем этапе отказаться от действующей программы финансовой поддержки, потому что необходимо провести референдум, назначенный на это воскресенье. Суть референдума – это волеизъявление, народное голосование за приемлемость тех мер, которые сейчас требует тройка в качестве исполнения, для того чтобы они смогли разблокировать транш критных ресурсов. И, разумеется, греческое правительство целиком не хотело брать на себя ответственности за принятие подобных требований, поскольку они фактически возвращают экономику к программе мер жесткой экономии. И я считаю, что эти меры будут еще жестче, чем те, которые мы наблюдали некоторое время назад, в 2014 году. Потому что сейчас речь идет о дополнительных налогах, сейчас речь идет о реформировании налоговой системы, о реформировании пенсионной системы, рынка труда, речь идет об отказе досрочных пенсий. В общем, населению придется затянуть пояса. И, разумеется, если Греция хочет остаться на плаву, если хочет сохранить стабильность, относительную стабильность своей финансовой системы, им придется идти на уступки. В любом случае, как ни крути, потому что, кроме как еврокомиссии, еврогруппы, Международного валютного фонда и Европейского центрального банка, деньги не выделит никто. И требования, как уже отмечалось неоднократно, они остаются неизменными. Тройка готова помочь, только нужно реформировать экономику. Поэтому сейчас ждем итоги референдума. Если население голосует за то, что мы готовы принять все требования тройки кредитеров, лишь бы, давайте, спустить ликвидность, скажем, в те каналы, которые необходимы для поддержания стабильности финансовой системы, то, соответственно, это может стать причиной локального позитива для рынка. Это позволит в перспективе Греции выиграть время, скажем, поиграть с текущим фундаментальным фоном и с договоренностями в формате, скажем, обсуждения стройка кредитеров. И в конечном счете, спустя какое-то время, может быть, выйти на какой-то компромисс или позитив для рынка. Но я считаю, что больше шансов все-таки в пользу того, что сейчас мы имеем дело с уже фактически началом полноценного кризиса в Греции, который начался буквально в этот понедельник. Вы знаете, что по причине того, что Европейский центральный банк перекрыл каналы экстренного финансирования для греческой банковской системы, деньги больше не поступают, поэтому отток депозитов со счетов греческих банков не компенсировался уже притоком ликвидности со стороны Европейского центрального банка. Единственная возможность для греков, для греческого правительства стало введение валютного контроля и контроля за движением капитала. Поэтому банки сейчас закрыты и, соответственно, установлен лимит сущных снятий не выше 60 евро в день. В целом, на самом деле, если мы обратимся к теории, это и есть первые предпосылки самого настоящего, приближающегося дефолта, который мы сможем увидеть по Греции. Что касается дополнительных, скажем, интересных сообщений, вы знаете, что сегодня стекает период необходимости оплаты долгового обязательства на сумму в 1,6 миллиарда евро перед тройкой корректоров. Вчера Грица сообщила о том, что платить они не будут, потому что денег нет. В целом, если сегодня, в течение торговой сессии, эти деньги не поступят на счета Международного валютного фонда, Кристин Лагард сообщит об этом, соответственно, в Совет Директоров, и будут приниматься решения о начале кросс-дефолта для греческой экономики. Но есть еще такой интересный нюанс, тоже теоретический. Я не знаю, удастся ли Греции воспользоваться им. Он касается того, что если долговые обязательства не погашаются в срок, МВФ дает, скажем, запас времени в 30 дней. Это, скажем, тот период, который можно еще использовать для исполнения долгового обязательства. Не знаю, приемлемо ли это Греции, учитывая то, что 5 июня они уже пропустили платеж. И, по сути, вот уже прошел месяц, и денег по-прежнему нет. Но такая возможность для попытки выиграть время присутствует на рынке. В целом, я считаю то, что сейчас общая фундаментальная картина, эти риски, риски факта продолжающегося противостояния с тройкой кредитеров и факт очевидной недоговоренности, ненахождения знаменателей и компромисса являются больше разгружающим фактором для всех активов финансовых рынков, как для рисковых инструментов, так и для фондового рынка. В частности, если мы посмотрим на фондовый рынок по итогам вчерашней торговой сессии, там просто катастрофические потери, максимальные за последние несколько лет. На фоне текущей ситуации греческие двухлетние облигации уже достигли подоходности 35%. Они никому не нужны. Трейдеры, разумеется, не идут в эти бумаги, поскольку ожидают самый настоящий дефолт, кризис и потенциальный выход состав валютного блока, о чем мы уже говорили. Поэтому участники рынка крайне скептически настроены к разрешению этой ситуации. Я считаю, что такое мнение игнорировать не стоит, тем более, что оно определяющее и вполне фундаментально обоснованно. Почему евро вчера показало восходящую динамику против американского конкурента? Почему евро так, скажем, закрыло глаза на тот очевидный негатив, который присутствовал на рынке и удивило всех тех, кто ожидал, что как раз текущий фундаментальный фон больше располагает к тому, что евро нужно продолжать покупать. На самом деле, вчера произошло то, что в целом, наверное, можно было предположить, что это возможно для рынка, но мало кто предположил. По факту мы увидели, что после того, как европейская валюта потеряла очень много, по итогам, скажем, открытия торговой сессии понедельника, и на рынке появились устойчивые представления о том, что дальше евро будет только хуже, разумеется, как я уже сказал, трейдеры и институциональные инвесторы стали перекладывать свои сбережения в защитные активы. Защитным активом, помимо доллара локально и японской иены, выступил еще и швейцарский франк. И вчера Национальный банк Швейцарии по причине того, что произошло с евро, вынужден был провести валютные интервенции. Суммы пока не разглашаются, но я думаю, учитывая восходящую динамику евро, это была просто фантастическая сумма. Что значит провести валютные интервенции? Дорогой франк Швейцарии, как мы уже неоднократно повторяли, не нужен. Соответственно, приток инвестиций приводит к укреплению франка. Для того, чтобы ослабить позиции швейцарской валюты, необходимо проводить валютные интервенции, либо смягчать монетарную политику. Ставка по депозитам и без того держится уже на отрицательной территории минус 0,75%. Что касается валютных интервенций, то да, Национальный банк Швейцарии стал продавать швейцарскую валюту и покупать евро. И локально это стало причиной повышенного спроса на главный валютный риск и поспособствовало тому, что евро-доллар вчера по итогам торговой сессии смог снова вернуться выше уровня 1,12. Даже практически добрался чуть-чуть до уровня 1,13. 1,12.80 примерно локальный максимум был. Поэтому сейчас этот интервентный механизм это уже, скажем, свершившийся факт и мы прекрасно понимаем, с чем это было связано. Остановить укрепление франка было жизненно необходимо для национальной экономики Швейцарии. Почему? Потому что из-за этого, из-за дорогого франка страдают национальные производители. И очень очевиден этот факт, когда речь идет о торгово-экономическом балансе с европейскими коллегами. Потому что на страны еврозоны приходится 55% по сути всего торгового оборота. Ослабить франк это значит поддержать национальных производителей и поспособствовать все более лучшим перспективам для национальной экономики. Я считаю, что эта мера была оправдана. Сейчас мы видим как следствие уже как она сказалась на динамике евро. Сохранится ли эта тенденция дальше? Я думаю, что уже не в таком объеме. Поэтому такой поддержки уже со стороны Национального банка Швейцарии ждать уже не приходится. Поэтому можно переключиться на привычный для нас фундаментальный фон, связанный с обсуждением ситуации в Греции. И поскольку мы уже коснулись очевидного негатива, я считаю то, что евро в перспективе этой недели может снова оказаться в районе 1,10. Тем более, что против европейской валюты в любой момент могут сыграть и ожидаемо довольно неплохие макроэкономические данные по американской экономике. Теперь плавно давайте перейдем на валютный тандем доллар-японская иена. Вчера выступил еще один представитель ФРС Дадли, который так же как и в принципе Паул некоторое время назад в оптимистичном ключе высказался о перспективах американской экономики. И обозначил то, что во втором квартале лично его субъективное мнение касается того, что экономика может вырасти на 2,5%. Это очень много, тем более, что последняя третья оценка динамики первого квартала позволила нам уже констатировать факт по статистике снижения на минус 0,2%. И вот на фоне последних макроэкономических данных признаюсь, они были довольно оптимистичны и в целом позволяют сделать ставку на то, что экономика неплохо развивается, восстанавливается, расширяется и вполне возможно, что мы увидим действительно показатели по темпам экономического расширения в районе 2,5%. В любом случае эта статистика нас интересует даже не по факту публикации отчета, а по факту того, что она подталкивает нас становиться еще ближе к самому важному решению, если, конечно же, не дойдет дело до негатива по Греции, самому важному решению этого года ужесточению монетарной политики в США. Если мы услышим об этом решении, соответственно, доллар получит еще большую поддержку. И Дадли полагает, что повышение ставки может стать уже реальностью для рынка в сентябре. Мы пока уже научным опытом сроки конкретно не ставим, потому что, в принципе, были все основания для ужесточения монетарной политики чуть раньше, этого не произошло, сроки переносятся. Не будем делать железобетонную ставку на сентябрь, просто коснемся того факта, что ожидаем повышения ставки до конца 2015 года. Но когда это произойдет, в сентябре, соответственно, или в декабре, еще не ясно. Пару слов еще хотел сказать про пару USDCAD. Откройте, пожалуйста, графики, посмотрите. Сегодняшний хай 1,24,22. Чуть-чуть нам не хватает до нашей цели, которую мы обозначили в районе 1,25, но я думаю, что это также вопрос времени. Поскольку сейчас растет привлекательность доллара, понятно, почему канадец сдает позиции, тем более, что против канадца играет сейчас и коррекционная нисходящая динамика нефти, потому что для Канады это также один из главнейших экспортных товаров. Поэтому, в целом, USDCAD у нас прежние ожидания, это возвращение валютной пары в районе 1,25, до этой цели остается чуть-чуть. Я думаю, что эта инвестиционная идея может, скажем, пополнить нашу копилку удачных инвестиционных решений. Что касается сегодняшней торговой сессии, то, пожалуй, обратить внимание стоит на данные по ВВП Англии в 11.30 по московскому времени и данные по инфляции в еврозоне, это 12.00 по Москве, а в целом по инфляции да и по ВВП. Если вы посмотрите на прогнозы, оптимистичные ожидания. Полагают аналитики, что и инфляция подросла как в годовом, так и в месячном эквиваленте. Также делают ставку на то, что и экономика Британии смогла прибавить немножко, скажем, десятых процента к темпам экономического расширения. Считаю, что, в принципе, по Британии действительно можем увидеть неплохую статистику, но я не думаю, что если и отчет превзойдет ожидания, то намного. Поскольку из, скажем, семи, восьми ключевых фундаментальных отчетов последних трех недель все-таки, скажем, только половина оказалась на положительной территории и были риски, которые не давали сделать полноценную ставку на возможное неплохое расширение темпов экономического роста по Британии. Что касается инфляции, то, понятное дело, здесь оптимистичные ожидания связаны с тем, что действует программа количественного смягчения и, разумеется, монетарные власти полагают, что эта программа должна способствовать росту инфляционного давления. Но если мы посмотрим на нефть, которая снижается, и, разумеется, снижение цен на энергоресурсы будет приводить к снижению цен на конечные продукты, я считаю, что в целом эти ожидания весьма оптимистичны. И в конечном счете, для того, чтобы еврозона смогла выбраться из дефляционных рисков, нужно, чтобы прошло больше времени, не меньше, наверное, еще двух кварталов. Для программы количественного смельчения есть еще время, тем более, что она будет действовать до сентября 2016 года. Ну и что касается сегодняшнего кодового слова, это инфляция, что касается бонуса, как я уже сказал, 7%, это дополнительный бонус к тем акциям, которые действуют в рамках нашей компании. Чтобы воспользоваться им, достаточно связаться с вашим менеджером, произнести это слово и потребовать бонус. Он действует до следующего брифинга. Вопросы есть? Тогда большое спасибо за внимание, ждем вопросов на нашем канале Амаркет, оставляйте их под видео окном. Всего доброго, до свидания.